Добрый день! Сейчас узнаем, что ждать. То, что уже изрядно эта схема, всем надоело на самом-то деле, что львиная доля диагностики меланомы крутится вокруг одного кита. Это рецептор. А также генов рас и бераф. Для киты, для бераф есть терапевтические ингибиторы, для N-рас их пока нет. Но так или иначе работы в этом направлении ведутся. Но весь дьявол кроется в нюансах. Дело в том, что изначально-изначально на самом-то деле мутации в гене и бераф открыли в 2002 году давно. И это действительно доминирующая мутация. Но в этой же зоне, если хорошо исследовать, все делать правильно, примерно 10% мутаций, а 10% мутаций, это означает примерно 6% всех больных с меланомой, имеют немножко другие мутации. И если в отношении мутации в гене и бераф, на самом-то деле, вот V600E, там с препаратом все понятно более или менее, какой препарат назначать, то вот с этими мутациями, в общем-то, эти вещи не так очевидны. Более того, нюансы заключаются еще в том, а это уже проблема диагностики, что на сегодняшний день те наборы, которые есть, они ориентированы на основном полиберозную цепную реакцию, которую выполняет оператор так или иначе. Там только частые мутации. На самом деле, эти наборы могут, в общем-то, по своим техническим характеристикам, в том числе и пропустить некоторые редкие разновидности мутации V600E. Помните, что у нас три нуклеотида соответствуют одной аминокислоте? Так вот, одна и та же замена аминокислот функциональная может обеспечиваться разными нуклеотидами. Поэтому здесь технически, ну, при той платформе, которая сегодняшней есть, вопросы остаются. Дальше практическая значимость. Ну, вот если мы берем меланомы, которые в молодом возрасте, то вот этими редкими мутациями можно пренебречь. Но посмотрите, это наши собственные данные, это всероссийское исследование, здесь много больных. Если вы берете пожилых больных, каждая четвертая мутация у вас редкая. И это создает проблемы, потому что, ну, врач, он направляет на диагностику, он не может знать все операционные характеристики методов, так как я не знаю возможности ультразвука или томографии, для меня это все пустые слова, кто как делает. А там есть тоже определенная разница. И вообще тут желательно, конечно, ориентироваться. Ну, что тут появилось нового? Я это говорю потому, что здесь появились данные, факты, которые, несомненно, о чем-то говорят. Посомненно. Посмотрите, на самом-то деле, если мы берем регистрационные исследования ДАБРА-ФИНИБА, то там были включены две мутации. Вот это В-600Е, все понятно. А вторая по частоте В-600К. Она близкая по своим функциональным характеристикам. И вот, посмотрите, значит, здесь у нас уже результаты клинического исследования. В данном случае речь идет о сочетании двух ингибиторов, БИРАФ-ингибитор и МЕК-ингибитор. И посмотрите, у нас мы говорим о том, что мы сравниваем результаты клинических испытаний, они будут дальше, это раз, и параметры опухоли, чем опухоли отличаются между собой. С результатами клинических испытаний получается примерно то же самое, что мы ожидали. То есть это известно, что пациенты с редкими мутациями В-600К реагируют на БИРАФ-ингибиторы, неважно, какое это, ВЕМУРАФ или ДАБРАФИНИБ, они одинаково действуют в отношении В-600Е, В-600К. Здесь нет никакой разницы, что если В-600К, то мы ожидаем ответ опухоли, несомненно. Но этот ответ будет в той или иной степени менее выражен, чем если мы говорим о мутации В-600Е. Но посмотрите, на самом-то деле продолжительность жизни этих больных примерно одинаковая, потому что они потом получают и последующие линии терапии. А вот что интересно, что если мы сравним мутации В-600Е и В-600К, то при мутациях В-600К достоверно выше мутационная нагрузка опухоли. Раз выше мутационная нагрузка, то большее количество антигенов и больше вероятность ответа на иммунотерапию. И да, получается, что эти пациенты хуже отвечают по сравнению с В-600Е на терапию ингибиторами БИРАФ, сейчас их применяют только в комбинации с мегингибиторами, а вот на иммунотерапию, на иммунотерапию при таких мутациях ответ достоверно выше, чем при В-600Е. Весь ужас какой! На самом-то деле, если вы работаете с лабораторией, которая делает все само, у вас всегда будет правильный ответ, какая мутация. Но изначально, когда создавались тест-системы, есть тест-системы, которые просто путают мутации В-600Е и В-600К. То есть вы получаете ответ В-600Е, а на самом деле В-600К. Потому что, когда создавались эти тест-системы, об этом не задумывались, и вначале это позиционировалось как преимущество. Но тест-система же В-600К, это тоже значимая мутация, тоже выявляет. Что мы получали несколько раз из других лабораторий, когда у пациента мутация В-600Е, написано в заключении, делали его тест-системой, а мы переделываем, и оказывается, что мутация В-600К. Ну, на тот момент большого значения не было. Я один раз немножко, так сказать, возбудился, когда это была первично-множественная опухоль, когда, в общем, там сложная клиническая ситуация была. А сейчас-то получается, что это вообще принципиальная проблема, и инфраструктура диагностическая к этому не готова, потому что все-таки доминирует сегодня несколько платформ, и, по крайней мере, одна из этих платформ, она ошибочно вместо В-600К выдает мутацию В-600Е. В этом весь ужас. Следующий момент – редкие мутации. Ну, на самом-то деле, там вот этих мутаций редких, их достаточно много. И вот эта мутация, если я правильно помню, она четвертая по частоте. Ну, так или иначе, в нашей коллекции у нас примерно 1700 больных протестировано, 9 пациентов с такой мутацией. То есть я не могу сказать, что она уникальная какая-то. В условиях инвитера, в условиях лабораторных экспериментов, она тоже какую-то чувствительность к, да, брофенибу, вебу, брофенибу проявляют. Мы бы пытались, соответственно, пациента, когда такого нашли, ну, понаблюдать за ним, это единственное наблюдение. Этот пациент получал вебу, брофениб, эффекта нет, прогрессирование. Более того, когда уже получили этот результат, еще одна такая же работа вышла. Да, вот при таких мутациях, получается, нет эффекта. Ну, к сожалению, здесь довольно такая область вязкая, потому что практически и при раке легкого то же самое. Каждая редкая мутация должна быть отдельно изучена клинически, ну, хотя бы на примере таких клинических наблюдений. Ну, вот видите, мы тут свой вклад внесли, так или иначе. Как выявить тех, у кого будет очень хороший и очень длительный ответ на терапию виморфениб плюс кобиметениб? Ну, то же самое, конечно, справедливо и для другого сочетания. Я имею в виду, что неважно, какой берафингибитор, неважно, какой мекингибитор. Выясняется, что на самом деле по экспрессионному профилю опухоли, это, в общем-то, достаточно трудный тест. Можно предсказать, что наилучший ответ демонстрируют те опухоли, у которых называемый иммуногенный профиль экспрессии. И вот это существенно понимать, потому что, на самом деле, мне кажется, это нерешенный вопрос, но примерно одна и та же категория опухоли отвечает и на берафингибиторы, мекингибиторы хорошо, и на иммунотерапию. Даже если мы берем случай необычного хорошего ответа на терапию таргетную, ну, на терапию берафингибиторами, то получается, что здесь те же опухоли, которые демонстрируют определенную иммуногенность, определенные признаки иммунного ответа. Еще одна работа. Ну, здесь я уже то же самое рассказывал 30 минут назад, другой аудитории, но с другими названием опухоли. Сейчас очень популярная технология. Две технологии здесь сходятся. Первая – это секвенирование нового поколения, и вторая – это анализ по плазме, циркулирующая опухолевая ДНК. Что вы делаете? У вас пациент с меланомой. Сначала вы применяете секвенирование нового поколения, чтобы узнать, какие у этого пациента мутации. Это весь геном. Их может быть 8, 9, 20, ну, то есть какое-то исчислимое количество. Вы узнали, какой у вас набор мутаций, и для этого пациента делаете свою индивидуальную тест-систему. В чем идея этой тест-системы? Это так называемое секвенирование нового поколения, которое читает одну и ту же последовательность столько раз, сколько вы задали аппарату. Значит, вы сначала сделали опухоль, прочитали все мутации, их там, условно, скажем, 10. И потом для этого пациента сделали тест-систему, и на эти 10 мутаций, и аппарат прочитает сейчас стандарт 10 тысяч раз, 10 тысяч прочтений. Что это означает? Если у вас одна мутированная молекула ДНК в окружении 10 тысяч нормальных, то вы-то один сигнал увидите таким образом. Это сверхчувствительный метод. Что пытаются таким образом показать? Ну, вещи, которые достаточно ожидаемые. Ну, в частности, контроль эффективности операции. Если радикальная операция действительно радикальная, у вас циркулирующая опухолевая ДНК из крови исчезает. Если у вас рецидив, то подобные методы на несколько месяцев раньше достоверно могут прогнозировать признаки рецидива. Дает ли это что-то? Ранняя диагностика рецидива молекулярная, а не при помощи обычных исследований? Сложный вопрос на самом-то деле. Ну, так или иначе, сейчас на уровне апробации подобные вещи очень и очень популярные. Акральная меланома. Редкая разновидность меланомы. Посмотрите, там редко бывают мутации БИРАФ, бывают мутации НРАЗ, для которых нет препаратов. Но при этом то, что кит-мутации бывают, это мы знаем. Появились, честно говоря, новые виды мутаций. Ну, во-первых, так называемые перестройки БИРАФ. Это не В-600Е, это другой механизм активации БИРАФ. Теоретически-теоретически там вряд ли будут работать ингибиторы типа ДАБРФИМИОВА и ВЕМУРФИМИОВА, потому что они на мутацию. Но есть другие РАФ-ингибиторы, это мультикиназные ингибиторы, которые раньше пытались применять для лечения меланомы. Теоретически мы от них ожидаем какой-то эффект. Для НТРК препарат уже появился, он сейчас в свободном доступе. Это первый препарат для НТРК, перестроек препарат, сейчас есть. АЛК-транслокация. Ну, видите, тут, по-видимому, один случай был. Так или иначе, препараты есть. Для вот этих мутаций нет, я ошибся. Для этих мутаций нет препаратов. Другое совершенно неожиданное для меня, честно говоря, я не знал, что такое может быть. Мне всегда казалось, что вот это РББ-2, рак молочной железы, онкоген, он ассоциирован только с раком молочной железы и раком желудка, эпителиальными опухолями. Оказывается, есть редкие случаи, когда он активирован в меланоме. Там два механизма активации, есть амплификация. Тут, по идее, те препараты, которые у нас есть, могут быть доступны. Там есть еще точковые мутации. Ну, тоже есть ингибитор нейротиниб. Я не знаю, он у нас доступен в стране или нет. То есть, он просто зарегистрирован или нет. Я из литературы знаю, больше ничего не слышал. Ну, это последний слайд. Что интересно, значит, на самом-то деле, если говорить про маркеры ответа, на меня произвело впечатление вот это последнее исследование. Это неодевантная терапия меланомы. Что существенно? Оказывается, уже через три недели морфолог может сказать, есть ответ или нет ответа на терапию. Это, опять же, коррелирует с экспрессионным профилем опухоли. Но на самом деле, это важная такая диагностическая процедура, потому что получается это лечение экс-ювантикус. Если за три недели есть, ответ имеет смысл продолжать. Если нет, ответа не имеет смысл продолжать. Ну, тоже, на мой взгляд, демонстративная работа. Потому что, согласитесь, ну, хорошо, это неодевантная терапия. Но вообще, меланома, как правило, доступна для биопсии, согласитесь. И вот возможность вовремя вообще понимать, что мы делаем, ну, согласитесь, очень важно. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Новымович. Вопросы, будьте любезны. Да, пожалуйста. Да, Игорь Вячеславович. Спасибо большое. Спасибо за ответную резиденцию, Артур Ильдинович. Вот, ну, как мы еще узнали про новую мутацию, да, в вашем докладе. Скажите, вот сегодня мы рутину тестировали, по сути, дело на одну, да, на мутацию в рабочем терапии. Это вы на одну. Да, по рутина. Да, они, естественно, на борту ОБС, они не ссорили. Все остальное, это уже не рутину. Вот есть, например, такие вещи, например, Foundation Lab. Как вы считаете, вот, целесообразными людям, допустим, как-то, не ответили на бюджетерапию, или которые, значит, имеют гемотипов для обмутации, потому что такие вещи предлагают, или аналогичные, такие же вещи, которые, может быть, не имеют названия. Важно, но такой большой напомнит. Спасибо. Я понял вопрос. Значит, первое, не надо ссылаться на стандарты ОМС. Стандартные ОМС пишут врачи, и пенять тут можно только на зеркало, потому что, ну, фактически ОМС нас-то спрашивает, что туда написать. Если написали тяп-ляп, ну, что написали, то и получаем, поэтому, вот. А на самом-то деле, все, что в рамках бюджета, если не прописано в ОМС, так и есть консилиумное решение по жизненным показаниям. То есть я бы тут все-таки не прятался бы за стандарты. Теперь смысловой вопрос. Foundation One. Что делает Foundation One и похожие фирмы? Они берут все гены, их несколько десятков, на которые хоть какие-то есть препараты, это достаточно формально, и делают подобный тест. В чем идея? Ну, условно скажем. И GFR-мутации бывают только и при раке легкого. Я не знаю ни одного случая GFR-мутация в меланоме. Но если такая мутация рано или поздно в меланоме будет обнаружена, или это даже диагноз неверный, это не меланома, то эта мутация найдется, и мы-то не можем перебирать. Ну, допустим, вот при акральных меланомах я бы взялся теперь перестройки АЛК делать, хотя тоже, скорее всего, никогда мы ее не найдем. А тут они делают все сразу. Логика в этом, несомненная, есть. Чтобы говорить надо или надо, надо понимать шансы на успех. На сегодняшний день есть несколько клинических испытаний, которые показывают, что от подобного теста какой-то правдоподобный клинический результат, то есть какой-то клинический ответ с какой-то продолжительностью наблюдаются у 2% больных. Если ресурсы не ограничены, так мы и сами всегда говорим, что если стандартная медицина ничего не может позволить, ничего не может сделать, абсолютно оправданно за пределами стандартной медицины что-то искать, не только медицинский, но и психологический. Если мы говорим про до начала лечения, нет, это глупость, потому что очень маленький процент ответа. Весь вопрос цены, сколько стоит этот тест и что мы от него ожидаем, и вопрос ожиданий, потому что это еще занимает определенное время, это не за 2 дня сделают. Это как раз та ситуация, где отвечать клиницисту, с ним советуется отвечать пациенту. Я обычно так и говорю, что, в общем-то, мы все то же самое делаем, мы делаем экзомное секвенирование. Я всегда говорю, я не советую. Вы понимаете, здесь вероятность найти иголку в стоге сена настолько мала, что я не советую это заниматься. У нас были несколько больных с добровольной страховкой. Они говорят, нам плевать, у нас все равно деньги и ничей, да и у нас добровольная страховка, нам даже лучше, чтобы понимать, что мы не зря ее получаем. Вот тут, ради бога, мы делаем. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, коллеги. Да, Галина Юрьевна, будьте любезны. Да, очень. Ну, сейчас идет активное исследование поиск предсказательных маркеров ответа на таргетную терапию или на иммунотерапию, потому что понятно, что ни один, ни другой вариант не работает, да, у большинства больных. И, в частности, ну, скажем, определенные мутации, связанные с реализацией иммунного ответа, так называемая генная сигнатура и так далее, пока понятно, что это поиск каких-то валитизированных маркеров нет. Вот с вашей точки зрения какие-то, вот хотя бы потенциально какие-то могут быть сегодня уже, скажем, использованные наработки для того, чтобы в реальной физической практике как-то выбирать между иммунотерапией и таргетной терапией? Очень сложный вопрос. Во-первых, сама проблема выбора меня беспокоит, потому что на самом-то деле на меня производят впечатление работы, что когда вы вначале выполняете таргетную терапию, условно, там и то, и другое таргетное, но берав терапию, то механизмы приобретения резистентности к таргетной иммунотерапии одинаковые, происходит конвергенция. Поэтому что, в какой последовательности, как, не могу сказать, потому что здесь много разных исследований. Второе. В отношении предикторов ответа, то есть каким больным давать терапию, каким не давать. Единственное, что на меня произвело впечатление, это в отношении ипили бумабы, мутации в CTL4. Вот там, мне кажется, более или менее черно-белый тест, не CTL4, извините, там белки альбуминов, гомологи альбуминов. Вот там более или менее черно-белый тест, ну, то, что я говорю, то есть, по крайней мере, на уровне той статьи, которая есть, на меня произвело впечатление, ее почему-то никто не пытался воспроизвести, но, наверное, потому что нет монотерапии или ипилимумабы, скорее всего, поэтому. Значит, в отношении всего другого, честно говоря, мне представляется, будь эпидемия, экспрессия или мутационная нагрузка, мне представляется это все шум, который затрудняет работу, потому что здесь абсолютно клинически недостаточные для клиники яркие корреляции, недостаточные клинические использования. И если бы у вас спектр был методов, когда вот из этого, это, это вы бы выбирали, а у вас есть мутации ингибиторы и иммунотерапия, все, ничего больше нет. Ну, поэтому, в общем, есть препарат, конечно, его лучше дать. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Спасибо, Евгений Нович. Спасибо большое. Он со мной не согласен? Ну, это... Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.